Пусть сейчас каждый верующий скажет «Слава Богу!» Я хочу сегодня проповедовать сёстрам. Может быть, несколько необычно будет. Но, знаете, я, честно, я верю искренне, я желаю этого, чтобы в церкви были братья сильные, скажем так, духовно сильные. Я верю в то, что если в церкви будут такие братья, про которых Господь может сказать «Господь с тобой муж сильный», те братья, которые будут исполнены глубиной познания Слова Божьего, те братья, которые будут исполнены Духом Святым, те братья, которые будут стоять в Боге, я думаю, тогда церковь, ну, когда будет много таких братьев, церковь будет гореть по-настоящему. Церковь будет влиять на окружающий мир, церковь будет нести Евангелие, церковь будет распространять Царство Божие. Я в это верю, и я горю, молюсь за братьев, чтобы в церкви было больше таких братьев. Но, знаете, когда недавно я размышлял просто над такой, над Марией, Матери Иисуса Христа, вот над её жизнью, над её хождением, как-то вот было такое размышление, ну, просто случайно, не специально, не было такой цели. Просто увидел такой один музыкальный клип, и там было немного про неё показано, и я задумался над ней, и пока размышлял, Господь положил мне на сердце такое одно слово, такое одно откровение, можно так сказать, которое я должен сказать сёстрам. И я скажу это откровение, сегодня поделюсь с этим, но чуть попозже, просто чтобы вас немножко так в напряжении поддержать, не буду сразу это говорить. Но это откровение, оно адресовано сёстрам, поэтому я сегодня буду проповедовать сёстрам, то есть это больше относится к сёстрам. Но прежде чем говорить, давайте поразмышляем над Марией, над Матерью Иисуса Христа, над её жизнью, и мы прочитаем одно место Священного Писания, Ивангелие от Луки, 1 глава, 26 по 29 стих прочитаем. Думаю, все прекрасно знают это место, много раз читали, слышали, проповедуются на эту тему. Ну, в напоминание давайте зачитаем. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обручённую мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же девя Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. Вот, и как Мария размышляла над этим приветствием, я хочу, чтобы мы с вами тоже немножко поразмышляли над этим приветствием. Он ей сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между жёнами. И для неё это было необычно, она понимала, что это необычно. Ну, мало того, что ангел пришёл, да, то есть это уже само по себе необычное явление, но именно её приветствие смутило. Её не смутило больше то, что ангел пришёл, а смутило, как он к ней обращался. И знаете, если мы поразмышляем над этим приветствием, Господь сказал, что она благословенна, что она благословенна между жёнами. Но при этом, знаете, если мы подумаем, что пришлось пережить Марии, да, то есть в её жизни, в её хождении пред Богом за вот этот период, то начинаешь немножко думать, ну, на самом ли деле она благословенна. Потому что давайте вот просто поразмышляем, что ей пришлось пережить. Ну, когда она вышла замуж, то, например, первые несколько лет ей пришлось скитаться там не только по разным городам, но ещё по разным странам даже. То есть у них не было своего дома. Может быть, в Назарете у них был свой дом, мы не знаем из Священного Писания, но на тот момент, вот первые года жизни, да, ей пришлось быть не в своём доме. Знаете, для женщин, насколько я знаю женщин, то есть для них, ну, свой дом, свой очаг – это очень ценная вещь, да, то есть очень, то есть когда, например, семья не может долго там получить свой дом, а снимает, например, жильё постоянно, тоже для женщины тоскливо, она не может обустроить свой дом. Её таскает, ну, это тяжело всё равно для женщин пережить. Ну, я думаю, это не самое страшное, но всё равно тяжёлая вещь. Вот, потом можно из Писания, мы можем узнать, например, что она была многодетной. Мы не знаем, сколько в их семье было детей, но минимум пять можно. Вот по Писанию гарантированно говорит, что минимум пять было у неё детей, это минимум. Вот, может быть, больше, но мы этого не знаем. Но многодетная семья тоже у нас много многодетных и понимает, что это трудности, обстоятельства, это надо отдавать себя, жертвовать себя, да, ну, тяжело, это иногда бывает очень тяжело. Я думаю, что ей было не всегда просто и не всегда легко, то есть было некоторые сложности. Ну, можем так предположить, что она потеряла мужа, мы не знаем, в каком возрасте, да, там про Иосифа там очень мало сказано, но, то есть потом уже, когда Иисус был на служении, то есть нигде про Иосифа не говорится. То есть везде, когда упоминается там его семья, это матери и братья и сёстры, да, и всё. То есть про отца они говорят, значит, в какой-то период она потеряла мужа, и я думаю, это для любой женщины это тяжело, а тем более такого мужа, который очень благословенный, который очень богобоязненный, который любит Бога, да, всё делает для своей семьи, очень хороший человек, и она его потеряла, то есть я думаю, ей пришлось пережить. Но, наверное, самое тяжёлое, что ей пришлось пройти, это о том, что говорил в Священном Писании, что ей было такое пророчество, что орудие, тебе самое орудие пройдёт душу. И, наверное, для неё это было самое тяжёлое, это смотреть, как страдает её сын и как он умирает. Я думаю, для любой матери это тяжело пережить. Многие матери, ну, знаете, когда их дети в молодом возрасте уходят в вечность, они переживают, они думают, что лучше бы я вперёд, чтобы этого не видеть, то есть она смотрела, она смотрела на все эти страдания. Она была рядом с ним, она ходила, за этим она наблюдала, как он страдает, как его наказывают, как над ним издеваются, и как он, в конце концов, умирает на кресте. Она стояла рядом и смотрела. Для женщины это самое больное, смотреть, как умирает её сын, как умирает её ребёнок. И она, проходя все эти испытания, все эти трудности, эти скорби, но, несмотря на это, Бог говорит, Писание говорит, что она благословенна. То есть, Он прямо конкретно говорит, благословенна ты между жёнами. И, знаете, я размышлял именно, думаю, почему Писание так говорит. Не знаю, задумывались вы над этим или нет, но Бог, называя её благословенной, она проходит такие страдания и скорби. И я пришёл к такому выводу, что, ну, есть, может быть, три таких момента, почему она благословенна. Ну, первый момент, что она была избрана Богом. Когда она получила это приветствие, это откровение, что она родит сына, что это будет сын Божий и так далее, когда она получила, она радовалась, когда она пошла к Елизавете, её песню, если мы прочитаем, как она этому радовалась очень сильно. И она радовалась, и я размышлял, думаю, ну, почему она радуется? Она избрана Богом, она особенный человек, которого Бог избрал. Для человека это, ну, это очень большая радость. Я думаю, если вы переживали что-то подобное, ну, могу свой пример рассказать. У меня недавно было, вот буквально мы молились на ночной молитве с учителями, я там случайно оказался, как бы, ну, не планировал, и вроде как не учитель, но оказался. И там во время молитвы у меня было пророчество, как бы. Ну, я слушал, когда слушал это пророчество, если бы мягко сказать, такое не очень позитивное, то есть о предстоящем, о будущем. Ну, то, что Бог предупреждает, ну, говорит о том, что через что придется пройти. Вот. И когда я это слушал, знаете, я внутренне, ну, я не хотел с этим соглашаться. Ну, кому охота, когда тебе говорят, что будут трудности, да, кому охота это принимать. И я внутри, я не соглашаюсь. Идет пророчество, я, ну, прямо не хочу, я не соглашаюсь, соглашаюсь. Но когда пророчество закончилось, знаете, последние слова, которые там были сказаны, когда я их услышал, я просто понял, что неделю назад, чуть больше недели, я молился, я один молился. Я ехал в машине с Новосибирска, и в дороге почему-то Бог меня поделил, я молился. И у меня была одна большая нужда и просьба к Богу, я взывал о ней просто очень сильно. Я там один был, никого там рядом не было, никто мог об этом рассказать. Но когда пророчество заканчивалось, эти слова сказали, я узнал, что просто Бог услышал мою молитву. Знаете, когда ты переживаешь, и ты понимаешь, что Бог имеет с тобой отношение, это радость, это благословение. И я думаю, для нее то же самое, она благословенна, потому что Бог ее избрал, Бог ее призвал, Бог ее выделил особенно. Для нее это благословение. Вторая причина, почему, если мы прочитаем ее эту песню, я не буду сейчас зачитывать, чтобы время не терять, она радовалась тому, что Бог начал что-то делать в этом мире. То есть, изменяя, ну, я своими словами это говорю, то есть, объясняя. Он что-то начал менять в этом мире, полным греха, полным беззакония, полным надменности, гордости и так далее. Бог начал менять, что-то делать. И она радуется тому, что она часть этого. Когда ты можешь что-то поменять, повлиять на этот мир, повлиять на спасение людей, ты можешь что-то сделать, может быть, самое маленькое, но ты можешь стать частью этого, это большое благословение. И третий момент, почему она благословенна, потому что у нее великая награда на небесах. Несмотря на ее жизненный путь, на скорби, обстоятельства и так далее, на небесах у нее великая награда. Потому что человек верный Богу, потому что человек смиренный, потому что человек служит Господу, и Бог его избрал, у него великая награда. Итак, это мы поразмышляли над Марией. И я хочу с вами, вам сейчас сказать, сестры, то слово, которое Бог, когда мне проговорил, когда я молился, просто, ну, даже, я даже тогда, когда Он мне это сказал, я еще не молился. Но потом я стал молиться, потому что, ну, это большое такое переживание. Когда я размышлял над этим, то, что пережила Мария, Господь сказал, скажи каждой сестре, каждой женщине в церкви, скажи, благословенно ты между женами. И знаете, когда я это услышал, ну, я внутри почувствовал, да, что это так и есть. Что каждая женщина в церкви, она благословенна. И она не просто благословенна, она особенно благословенна. Но ее можно, так сказать, так же, как ангел обращался к ней, к Марии, и он говорит, благословенно ты между женами. И Бог сегодня говорит, что каждой женщине в церкви обращается, он говорит, благословенно ты между женами. И когда я это слушал, я внутренне, я понимал, что это так и есть. Но знаете, у меня было какое-то сомнение, я думал, ну, эти слова обращены к Марии, как можно их обращать к каждой женщине? И, ну, у меня не было доказательств, у меня есть внутри было переживание, но нет доказательств. Но когда я молился, уже стал молиться, Господь показал мне два места Писания, которые доказывают это, которым это есть доказательство. Давайте прочитаем. Первое место, это будет тоже Евангелие от Луки, 8 глава, 19 по 21 стих прочитаем. «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. А он сказал ему ответ, матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». Знаете, это место такое, ну, может поначалу показаться, что когда Иисус, Иисус он с народом, он общается, он им проповедует, он чему-то их учит. И вдруг ему сообщают, что матери и братья твои подошли, да. То есть, ну, они не могут к нему приблизиться, и они как бы его зовут. Но может показаться поначалу, что Иисус как-то не уделяет внимания матери, да, и братья, то есть своей семье как бы не уделяет. Он говорит, что важнее это вот люди, которые слушают Слово Божие. Но если мы, ну, вот что он вкладывал в эти слова? Неужели он оправдывал свое действие? Ну, может так показаться, что свое служение как-то оправдывал. Неужели он как бы пренебрежительно относился к своей матери? Если мы вспомним, что когда он на кресте висел, когда он испытывал, ну, как бы, неописуемые страдания, очень сильные боли он испытывал, когда он умирал, невозможно было, он заботился о своей матери. Помните, да? Помните момент, когда он своему ученику говорит, все, вот твоя мать, заботьтесь о ней. Я своими словами говорю. То есть, человек, который даже в самых-самых тяжелых обстоятельствах помнил о своей матери. Но именно здесь он говорит, что вот, те люди, которые слушают Слово Божие, это ему как мать. То есть, они то же самое, как его родные. Знаете, когда мы говорим, просто надо задуматься над этими словами. Когда Иисус говорит, например, «Я есть путь, истинная жизнь», мы понимаем, что это глубокие слова. Мы размышляем над ним, пытаемся понять, что он имел в виду. Но когда здесь он говорит, вот, мои матери и братья, да, то есть, надо точно так же задуматься, что он в эти слова вкладывал. И давайте второе еще место прочитаем. Евангелие от Луки, 11 глава, 27-28 стих прочитаем. «Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево, носящее тебя из сосы, тебя питавших». О ком она это сказала? То есть, это о его матери. Она говорит, она блаженна. Она блаженна. Ну, так и было, так и есть. Но смотрите, что ответил Иисус. А он сказал, «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». В другом переводе я смотрел, там написано, она говорила, «Счастлива та женщина, чьего-чьего носила тебя». Вот, счастлива. То, а Иисус ответил, там в другом переводе так звучит, «Скорее счастливы или счастливее те, которые слышат Слово Божие». То есть, более, там даже в превосходстве, здесь как бы параллельно идет блаженна, да, и блаженны те, блаженна она, блаженны слышащие. То там как бы в превозношении таком, то есть, более счастливы, более блаженны, можно другими словами сказать. То есть, Иисус обращает внимание. То есть, Он не умаляет значение Своей Матери. Он не умаляет то благословение, которое она имела. Но Он говорит, что те люди, которые слушают Слово Божие, они более блаженны. Знаете, которые они слушают и исполняют Слово Божие. И поэтому сегодня, знаете, Господь обращается к каждой сестре в церкви. Может быть, у тебя трудные обстоятельства, трудная жизнь и тяжелые скорби, разные бывают в жизни происходят. И ты где-то унываешь от того, что Бог тебя так ведет. Тебе тяжело, какое-то недовольство подкатывает, даже ропот иногда наступает. Знаете, гнев какой-то, обида на Бога или обида на свою семью и так далее, что тебе так трудно и тяжело. Но это, знаете, это сеет дьявол, это не Бог сеет. Это сеет дьявол недовольства. Бог говорит, что ты сегодня благословенна между женами. Почему ты благословенна? Потому что Бог тебя избрал. Потому что Бог тебя спас, вывел из этих людей, которые погибают и идут в ад. Бог тебя выбрал, Он тебя избрал. Ты благословенна, потому что ты можешь что-то сделать для этого мира, потрудиться для Бога, сделать что-то ко спасению людей. Ты благословенна, потому что награда у тебя велика. Сегодня Господь хочет, чтобы каждая женщина в церкви, она понимала, что она благословена, чтобы она радовалась, чтобы она наслаждалась этой жизнью, потому что блаженство – это счастье, это другой перевод, это счастье. Бог говорит, что ты блаженна. Если ты потеряла это счастье, если ты потеряла эту радость, то посмотри на свою жизнь, вспомни, может быть, ты перестала читать слово, может быть, ты перестала слышать голос Божий. Как только ты это перестаешь делать, счастье уходит, блаженство уходит, ты смотришь на свои обстоятельства и думаешь, о, какой я счастливый человек, какой я благословенный, у меня скорби, у меня проблемы, у меня тяжелые обстоятельства. Но сегодня не обстоятельства говорят, что ты благословенна, сегодня не твой муж говорит, что ты благословенна, сегодня даже не церковь говорит, что ты благословенна, сегодня Бог говорит, что ты благословенна между женами. Знаете, я хочу молиться сейчас вместе с вами, молиться, я хочу даже братьев больше призвать в молитве, чтобы мы молились, стали сейчас в проломе за своих сестер, за своих жен, за своих матерей, за своих дочерей, чтобы стали в проломе, потому что дьявол сегодня очень сильно сеет, он разрушает, он разрушает семьи, он разрушает церковь, через это он сеет вот этот скорбь, ропот, недовольство и так далее. То, что человек отомит, сковывает его, и он уже не может поднять глаза к небу, он уже не может радоваться, он не может исполняться Духом Святым. И я хочу призвать братьев, чтобы братья сегодня встали в проломе, потому что у вас есть власть молиться за свои семьи, молиться за своих жен, молиться за своих дочерей, за своих матерей, за своих сестер в церкви. У вас есть право и власть, это данное Богом, чтобы вы встали сейчас в проломе и молились за церковь, за своих сестер. Будем молиться, Аллах.